друзья вы можете стать спонсорами нашего канала и разместить любое текстовое сообщение или графическую информацию на данной стене спонсорская поддержка начинается от 50 долларов и от одного месяца до года итак мы сейчас на северном вокзале поедем сегодня в хаджикен гулять по горам и проблема как проблему купить билет не работает на стойке где вам сказали должен быть человек никого нету так как кассиры энгар сидите во внутрь там вам продадут внутри как-то я так понимаю во первых вообще можно в электричке прямо покупать но здесь сделан так что ты не можешь пройти на вокзал если ты не не имеешь билета по идее наверно пусть сейчас вход на вокзал осуществляется через вот такой пропускной пункт где там билет тоже проверяют мы сейчас пройдем посмотрим ну в общем досматривают просто чтоб вы не принесли ничего запрещенного вещи посмотрели билет не спросили и сейчас идем во внутрь отсюда с нами сегодня едет один человек на велосипеде прямо на вокзал всех подбивает один человек с нами едет северного вокзала и по-моему двое еще присоединятся на станции салар давай ира пошла за кофе вот такие вот кофейни здесь прямо французские скоро санчиками вот с той стороны тоже так что я думаю наверное прямо в поезде билеты и купим париться не будем интересно как стоят турникеты и в принципе можно просто так обойти весь этот турникет так вот там зал ожидания вот такой здесь есть поезд afro seab это междугородний поезд он ходит до самарканда и до бухары мы поедем на обычной электричке и я думаю что наверное вот она уже стоит сейчас я вам ее покажу отправление будет через 15 минут ходит они по расписанию но уходит она по расписанию но идет медленно и опаздывает обычно где-то на прибытие на полчаса иногда даже на час так что посмотрим сравним сегодня с расписанием и увидимся короче что выяснилось выяснилось что давно не работает нигде непонятно где электричка я спросил сейчас как это сказать у родника одного из поездов ехать он сказал нужно пройти через подземный переход электричка будет стоять там вот очень странно какая-то суетана вокзале 2 фраз я бы один поезд две электрички ну нам соответственно сюда какой-то сегодня бардак кассира нету табло не работает соответственно какая-то из них наши вот у нас александр с нами так очень странно здесь закрыто здесь открыто мне кажется вот это ура мы прошли квест нашли электричку странно никого нету вообще во всей электричке чё реально давали соседний вагон глянем сейчас еще выяснится что куда-то никто уедем короче двери закрылись и мы и мы поехали последний давай в первый пройдем заодно посмотрим ну возможно да что мы сейчас увидим в депо потому что я не уверен что это та электричка который нужна потому что потому что куда нас отправили это вообще не туда главное спросить ты не у кого куда это электричка едет обратите внимание какие электрички между междугородния с мягкими креслами ну-ка посмотрим слушаем мы прошлый раз когда ехали на электричке она была деревянными с мячими вот вот первый народ появился давай сейчас узнаем салам алейкум адекен да вот выяснилось что мы едем не в ту сторону мы едем что мы едем не в ту сторону чтобы едем сторону южного вокзала значит мы в итоге сели не на ту электричку ой блин вот так вот потому что там он не работает никто не знает куда идти и что делать и поэтому понятно почему в этой электричке столько мало людей ну что думаю я думаю что самый правильный вариант будет все таки раскошелиться на такси жалко хотели сэкономить но и запутаемся с электричками получилось так отправление с черчака 845 у нас есть ровно час чтобы доехать показывает ехать 54 минуты запасть у нас есть 6 минут надеюсь мы их не потеряем и я думаю что электричка чертит пейс с большим опозданием минут на 10-15 точно поэтому план кажется надежным как швейцарские часы короче первая точка у нас стояла вон там и по идее можно было приехать вот туда и мы поменяли вот оттуда точку вот туда и это стоит 45 тысяч а 40 тысяч это стоит 40 сегодня фальсини наш день по полной и и мы даже еще не приехали в горы я ходить представить что там будет происходить бывает такой день когда вообще ничего не получается и все идет наперекосяк и обычно в такой день просто все бросаю и ни хрена не делаю но здесь мы вписались погулять по горам и все-таки с нами люди собрались кстати двое которые собрались от станции сара салар на связь не выходит не отвечают поэтому непонятно они вообще едут или нет все-таки салар на связи с вами Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, ребята, нам нужно сейчас будет пройти немножко прямо Там подземный переход под дорогой И идем в горы вот туда, вот на ту вершинку Пойдемте Субтитры сделал DimaTorzok Ну, намотал как получилось Пускай так будет Что, сегодня первый день осени, на самом деле Смотрите, как красиво По пути нам попадется крестский орех И вот я нашел боярка Вот это растение Это боярка, ее можно есть Сейчас мы ее попробуем Как мне рассказали местные, ее можно в принципе есть Но она ничем вкусовым сильно не отличается Не отличается от чего От чего-либо Она Ну такая Даже не знаю, чем сравнить Такое невнятное яблочко С большущей косточкой внутри Немножко набрали высоту Я бы сказал, небо безоблачное Внутри облачка есть И цвет воды, смотрите, какой не зеленый А такой с бирюзой Горная речка идет с водохранилища, с червака И сейчас пойдем дальше По чуть-чуть, по чуть-чуть Будем подниматься Вид становится все красивее и красивее Все выше и выше Облачков стало 5 штук Видно, катается канатка Народ пытается в теньке стоять Я уже понял, что на тенек надежды нету И как бы стою как попало В планах у нас сегодня дойти до верхней канатной станции Там у нас перекус Там остановимся, посидим на скамейке В теньке, наверное Потом у нас в планах подняться на одну небольшую вершинку Я вам ее чуть позже покажу И если мы осилим Если народ осилит и будет желание То подняться на соседний гребень Отсюда его, конечно, не видно Но там есть один гребень И второй, из которого видно червак Червакское водохранилище Попробуем пройти туда Планы такие Как что получится Посмотрим Пока все идет очень хорошо Нам все нравится Народ наслаждается Все получают удовольствие Смотрите, какая красота канатка Катается Там внизу город Это вот, по-моему, Хаджикен-то есть, да? Наверное Наша группа немножко растянулась Равномерно идем Так, тут немножко Бурелом пошел Там была маленькая развилочка Где Нужно было, конечно, свернуть направо Потому что, помню, что налево тупик И вот Мы идем Мы идем поперек Этого холмика Чтобы наверх забраться А Ира решила пойти в обход На той развилочке Вот мы с Ирой встретились Говорит Там целое дерево Это ягода Боярка, она, говорит, красная И она как слива Мягенькая и вкусная Это значит, я попробовал неспелую Красная встречается Резой, как встречается Во-во Вон они Тенек А, вот они Сейчас мы их попробуем Здесь делаем маленький привальчик И попробуем Это я наелся неспелой А, слушай, они покрупнее Я там какую-то маленькую Видите, как помидорки такие, черри О, да, они вкусненькие Она такая, как маленькая Кисленькая слива Вот, совершенно другая Там я зеленую схватил Эти вкусные, мне даже не питаться можно Вон целые грозди прямо их Как виноград О, прямо гроздь-гроздь Вот, Ташкент видно Вот тут уже ветрено Прохладно, хорошо стало Не знаю, видно, нет Прямо вот там Небоскребы Вот мы поднялись повыше Вот мы к ней идем-идем Идем-идем Она все не приближается Но мы уже выше канатки Друзья, я хочу сказать, что у нас теперь Есть новый функционал На ютуб-канале У нас есть спонсорство И спонсор у нас будет показываться перед видео Вначале На составке Спонсорский пакет стоит 50 долларов Вы можете использовать это просто Просто, чтобы нас поддержать А можете использовать это как реклама То есть такая форма рекламы Если интересно, заходите в наш Телеграм-чатс Я подробно объясню, что это Как это Мы хотим найти 28 человек По 50 долларов И это обеспечит нам Жизнь Полноценную жизнь нашего канала Так что, если есть возможность помочь Просто поддержать Или себя прорекламировать Свою компанию То это Хороший инструмент Так, ну вот мы дошли до канатки Верхняя канатная станция Ченаркент Вот там мы видим Червак Вдалеке Здесь, конечно, виды красивые Планируем сейчас здесь отдохнуть Посидеть, перекусить И пойдем И пойдем туда наверх Там есть вершинка С нее хороший вид Это такой план А И план Б Это После этой вершины Пойти сходить Куда-нибудь вот туда Не знаю, видно, нет С видом на Червак Сейчас попробуем Здесь, конечно, за последний год За год, да, по-моему Здесь очень сильно изменилось Здесь Прямо Кафе открылось Куча каких-то развлекух Музыка там играет Тут вот каких-то детей катают На горке, на ватрушках То есть Прямо очень много что Много что поменялось О, вертушку сделали Теперь вход Вход через вертушку здесь Вот, прямо такое Как это, благоустройство наверху Какие-то качели, мостики Там обзорные площадки Много-много чего А, да, 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 да Посидели, перекусили. Теперь клонит в сон, чуть-чуть отдохнем и пойдем дальше. Пойдем, попробуем наверх на холмик. Да, попробуем. Ну, здесь наверху хорошо, ветерок прохладный. Народ подтягивается, я чуть-чуть оторвался и мы идем куда-то туда. Александр нашел, ягоды прозрачные, похожие на крыжовник. Маленькие-маленькие, но мы их пробовать не рискнем, потому что мало ли это что. Кто знает, пишите, что это за ягодки. Горький. Да. Горький. Что, прям горький? Да. Тем более, что он еще и невкусный. Фу. Да. Фу. Он оказался невкусным. Фу. Короче, мы по пути нашли геологов, сверлит они скважины. Мы думали сначала на воду, потом увидели строительную технику, поняли, что берут геологию. Вот они нумеруют образцы, смотри, 64. Давайте еще попробуем скваживать. По глубине. Вероятно, будет какое-то строительство здесь. Здесь, вероятно, что-то будет строить. А, подождите, вон белый крест не вижу. Совсем неприметный белый крест. Вот такой вот крест. Строить здесь. Строить здесь, да. Ну, здесь, видимо, будет скважина, будет еще. Это они по всему, по всему, по всей этой территории насверливают эти скважины. Это что-то большое будет строить. Может, тут какой-то горнолыжный курорт будет? Все готовы идти наверх? Ага. А что-то какие-то невеселые. Ну, мы уже мегатомы, да. Мы уже почти мегатомы, да. Пока народ вроде бы немножко радостный. Мы не готовы, готовы. Мы туда идем. Вот она тропинка. Да нет. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok внизу да тоже попадали внизу вот это грецкий орех вон сколько их короче мы заднего входа зашли вот отсюда вот грецкий ореху там стоянка чинаркента вот там мы зашли заднего хода это кафе чинара по моему и его здесь есть петроглиф сейчас посмотрим табличку сколько им там лет 100-40 тысяч лет офигеть офигеть от 100 до 40 тысяч лет да вот они кстати при таком освещении даже хорошо видно при красном свете а то обычно их вообще не заметить вот этим надписям 100 тысяч лет представляете друзья поддержите этот сюжет лайком если он вам понравился пишите комментарии больше ли нам совершать таких походных сюжетов обязательно проверьте свою подписку на канал всем удачи пока едем жить в успехе все сердца наполнены едем жить в успехе и и и Продолжение следует...